Я вам уже сказал, что, как правило, свеженькая мутация носит рецессивный характер. Итак, допустим, мутация аномая и рецессивная. Вот этот круг внешне не отличается от остальных? Нет, нет. Никак не отличается. Но в отличие от остальных он может образовать два разных сорта гомет. Это понятно? Да, да. А все остальные? Ну, как? А все остальные один-единственный сорт гомет. Смотрим. А в поколении обладим среди детей. Смотрим, кто может родиться. Ну, понятно, что вот если вот эти скрещиваются, то рождаются только вот такие. Никто другой родиться не может. Ну, если любой из вот этих. Это понятно? Да. Понятно. Хорошо, а теперь в качестве партнера выступил Василий. А вот у него с потомшим, как дела будут обстоятельства? Там будет расщепление... По генотипу. По генотипу? А по генотипу будет? Нет, тут не было. То есть, он-то и делает. Вася даст половину детей, таких же, как все остальные. Да. А половина восьмых детей будет вот такая. Скажите, поколение F1, мутация внешне проявилась или не проявилась? А V2 проявилась. Что? V1 поколение? Ага. Не проявилась. Отлично. V2. Часто родные братья и сестры вступают в прах для того, чтобы получить детей? Нет. А Вы считаете, что это наша человеческая причудка такая? Нет. Что это связано с высокой нравственностью, с основными культурными законами? Тогда придется сказать, что у моллюсков, у подорожников, у папоротников очень высокая нравственность. В чем дело? А дело в том, что близко родственное скрещивание заблокировано практически у всех живых существ. С близкими родичами вступают в отношения размножения только в самом крайнем случае, когда ничего другого не остается. Когда есть риск того, что потомство вообще не оставишь. Во всех остальных случаях размножаться будем с некровными ростами. Механизмы совершенно по-разному работают. Я слышал, что у животных одни, у растений другие, у ребят третья, но они работают почти всегда. Исключение своим просмотром. Исходя из того, что я сказал, шанс того, что врачную пару образовую, вот эти два. Считаем, что этот шанс очень не видит. Каждый из них будет искать себе неродственного партнера. Вот здесь. В результате В2 проявится ли этому партнеру? Нет. Нет. И в 3. Так? Но зато появится неблизко родственное, уже неродные братья и сестры. А какая степень родства будет в В2? Двоюродная. Двоюродная, конечно, неродная, но степень родства достаточно близкая? Достаточно. Если есть выбор, то брать будет заключен с вот таким близким родичем или с кем-то подальше? С кем-то подальше. С кем-то подальше. Поэтому в В3 проявится ли? Не проявится. Но проявится еще более отдаленные родственники. Да. А вот дальше окажется, что родство стало отдаленным. Вот это запретное близко родственное скрещивание работать перестал. Скрещивание произойти может? Да. Отлично. Впервые в N-ном поколении у нас появилась ситуация, когда вот такая пара счастливо размножилась. Что в этом случае произойдет? С 3 к 1. 3 к нам и впервые внешне проявится вот этот реврессивный признак. Обратите внимание, какая важная штука произошла. Внешнее проявление мутации произошло тогда, когда она возникла или существенно-существенно позже? Ну, существенно позже. Конечно. При этом, что произошло с этой мутацией внутри популяции? Она рассеялась. Конечно, она рассеялась. Накопились ее носители. Так? Вот этими вещами занимался уже наш соотечественник, один из великих генетиков 20-30-х лет четверяков. Утверждение следующее. Записываем правила четверякового. Правила четверякового. Реврессивная мутация в любой популяции до фенотипического проявления должна накопиться среди большого количества особей. Это давным-давно произошла мутация. И вдруг, неожиданно, через много поколений, бац, впервые рождаются мутантные звери. Скажите, пожалуйста, это значит, что в этой популяции такие звери дальше будут рождаться или не будут? Несмотря. Есть у них шансы? Да. Да, конечно. Ведь дело в том, что этот аллерг, этот вариант программы, уже распространился в популяции. Понимаете? Вот если бы проявлялась сразу, мутировал и проявился, то тогда ни у кого другого такого нет. Так? А если мутация рецессивная, она проявилась. Значит, с ненулевой вероятностью есть носители такой же мутации. Вот это принципиально важно для наших драконских эдеров. Дело в том, что мутации типа сианские тройняшки относятся к рецессивной мутации. И если уж у популяции варанов родился сианский тройняшка, это значит, что он так всю жизнь и будет жить одним денешным. А это значит, что другим могут такие же родиться. А это значит, есть ли у него шанс найти такую же мутантную подругу. Да. Да, есть. Теперь понятно? Да. А теперь понятно, что из себя представляют так называемые врожденные заболевания человека. Да. На самом деле это никакие не болезни. Это что? Это мутация. Это древняя рецессивная мутация, которая просто есть в генофонде человечества. Так? Они произошли, Бог знает когда. Кстати, сейчас есть методы точного расчета по времени, когда именно та или иная мутация произошла. Так? Рассчитывать можно время мутирования не только наших эвакариотических признаков. Можно рассчитывать в это время мутирования вирусов, бактерий, но, в частности, пресловутый вирус Ида, точнее, вирус иммун-депицита человека. Примерно понятно, когда он произошел. Как вы думаете, когда? Молдоши до нашей эры. Больше 20 тысяч лет назад. И сидел себя спокойно в Восточной Африке. Никакой пандемии не вызывал. Так? А вот в серединке 20 века почему-то вызвал чудовищную пандемию, которая сейчас до сих пор вполне реально проявляет человечество. Что он делал? А, так проявился. Проявился. Не-не-не, он проявился как раз первый раз. То есть, эксессивный. Проявился он первый раз, как раз около 20 тысяч лет назад. А, не пирал, количество... Ну, тогда еще никто не приезжал там. Еще раз? Ну, в Африке же было, и туда никто новых людей не приезжал. Да. Ну, а когда в середине 20 века уже развивались, ходили уже по меру. Дорога совершенно верная у вас, очень продуктивная. На самом деле, шанс развития эпидемии, так, от чего будет зависеть. Первая важнейшая вещь. Плотность популяции. Если у вас люди живут на расстоянии 50 километров друг от друга, вот здесь один человек, здесь другой, здесь третий, 50 километров между ними. И один из них заразился смертельным заболеванием, от которого умирают с заднего дня. Скажите, пожалуйста, эпидемия в этом месте возникнет или нет? Нет. Он просто не успеет никого заразить. А если дело происходит в городе, в мегаполисе в любом, с каким количеством людей за сутки вы вступаете в контакт? С большим ночи. Вы заразились заболеванием, которое приводит к смерти через два дня. Ясно, что начинается? Да. В течение долгих тысячелетий плотность коренного населения в Восточной Африке была крайне низкая. Динамика, то есть переезд людей с мест на место, крайне низкий. Поэтому что оказалось? Ну, проявился вирус группы ВИЧ у какого-то там человека из данной маленькой племенной группы. Где у нас в странице? В маленькой племенной группе. Так? Будут ли поражены остальные окружающие племена? Да нет, не будут. Почему? Дорастая слишком большая, плотность населения слишком маленькая, они просто контакт не вступят, пока не умрут. Так? Ну, выжил один-два. То есть они не выжили, они на самом деле сначала вступили в контакт, а потом умерли. Ну, поэтому в каких-то других маленьких группах начинается проблема. А вот так, чтобы получить вскрышку заболевания по всей территории, удастся или не удастся? Не, не удастся. В серединке 20 века ура прогрессу, все стали ездить с места на место, все переселяются, все стремятся хорошо заработать, получить образование и так далее. Люди европейские дунули в Восточную Африку, там знали с любовью с местными ребятами, зацепили ВИЧ. Про ВИЧ никто ничего не знает. А после этого спокойно вернулись к себе в штаб. И там продолжали вести свой привычный для них образ жизни. В отличие от Восточной Африки, что началось в штабах? Эпидемия. Эпидемия. получили, которые до сих пор угасить. Но в некоторых местах так и не удастся. Там скорее все погонят в Восточной Африке, где зараженность порядка 50% есть и такие муставы. В остальных местах контроля не держат. Это мы с вами немножечко поиграли вокруг проявления мутации. А теперь подумайте, пожалуйста, крупнейших построг конца 20-го века какие? Назовите. Вот так, скобу. Чернобыль. Чернобыль. Согласен с вами еще? Землетрясение. Землетрясение. Ну, землетрясение. Ладно. Хиросима Магасаки. А это на гоните? Реформация? Да. Это что? Это не варенство. Ну, серединка. Вторая половина. Да. Ага. Отлично. При ядерном поражении те люди, которые умерли в самом атомном взрыве, потом могли умереть от лучевой болезни. Понятно? Да. Ага. А теперь давайте подумаем. Если человек умирает от лучевой болезни, это значит, мутировали у него какие клетки? Клетки его тела или половые клетки? Те другие. Те другие. Хорошо. Допустим, мне известно, что лично у меня 10 тысяч мутаций. Значит ли, что эти мутации будут переданы моим детям? Не обязательно. В каком случае они могут быть переданы? Если это мутация половых клеток. А если все 10 тысяч, это мутация от моих телесных клеток. А ничего не будет переданы. А теперь, у меня 10 мутаций половых клеток, других мутаций нет. Мутация половых клеток лично на мою жизнь какое-то влияние не оказывает? Нет. Не малейшее. Передаются в следующее поколение только мутации половых клеток, а оказывают влияние на вашу жизнь только мутации соматические. То есть не плавые. Вот это понятно? Значит, прошли эти ядерные кошмарчики. Оказался поражен лучевой болезнью, умерли. Те, кто оказался не поражен, выжили. Затем вступили в брак, у них родились дети, дети вроде нормальные, следует ли из-за этого, что все последствия ядерных катастроф прошли благополучно. Нет. Нет. Когда они полезут? Через несколько поколений. Через несколько поколений. Вы понимаете, что на самом деле, что человечество нацепляло в ходе вот этих ядерных безобразий будет понятна даже не вашим внукам, а вашим правнукам или дальше. Так? Потому что, ну, среди людей не принято близкородственное браке. Хотите, а вы посмотрели, что проявиться рецептивный ген может только в случае встречи такой же гетерозепута. Так? А это значит, сначала признак должен страниц популяции. А вот после того, как он распространился, его оттуда как-нибудь выжибить можно? Нет. А никак. Как вы отличаете гетерозепута по этому признаку от нормального? Нет. По фенотипам хоть какие-то отличия есть? Внимаешься? Внимаешься? Вот на этой оптимистической ноте гетерозепута. Внимаешься? Внимаешься? Внимаешься?